Звезды Лучистый взгляд, подкупающий искренностью улыбка, вьющиеся локоны. Если кому-то и суждено было сыграть маленького принца, то только такому ребенку. Но детство кончилось, и принц стал взрослым. Романтичный образ сказочного космического путешественника остался в прошлом, а в настоящем актер так и не смог найти своего взрослого героя. Эвальдас Микалюнас появился на свет в августе 1960 года в городе Каунас, Литовской ССР. Шестилетним ребенком он впервые снялся в кино. Роли, следующие одна за одной, закрепили в мальчишке уверенность в правильности выбранного пути. После школы Микалюнас поступил на актерский факультет Каунасской консерватории. В 1982 году юноша получил диплом актера и устроился в Национальный драмтеатр Вильнюса. Спустя два сезона он перешел в труппу кукольного театра «Леле», где проработал 25 лет, до последнего дня своей жизни. Погружение в кинематограф началось для Эвальдаса с экранизацией «Маленького принца» в философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Главную роль мальчика, повстречавшегося летчику, исполнил Микалюнас. Советские дети 60-х сразу полюбили юного артиста и его звонкий смех, оживлявший пустынные абстрактные пейзажи. Нет, это не штука. Это мой самолет. Я на нем летаю. Как ты упал с неба? Вот забавно, с какой планеты. Нет, до такой штуки ты не мог прилететь издалека. Может быть. В 1968-м парня пригласили поучаствовать в детском кино «Аль Монахи. Полчаса на чудеса». Во второй новелле Эвальдас перевоплотился в своего ровесника Федио, получившего необычную малярную кисть. Кисточка помогала ее владельцу совершать добрые поступки. В приключенческой ленте 70-го года «Тайна железной двери» Микалюнаса вновь утвердили на главную роль. Его персонажем стал ученик четвертого класса Толи Крышков, случайно обладатель волшебных спичек, исполняющих любые желания. А может быть, и в самом деле волшебные. Хочу мороженое. В подростковом возрасте актер отошел от сказочной тематики и обратился к куда более серьезному фильму. В драме Константина Бомберга был настоящим трубачом, его герой словом и делом служит революцией и трагически гибнет от руки коварного врага. А на голове стоять умеешь? Нет. Ну, огонь глотать? Нет, не умею. Зато я стихи сочиняю. Вперед, товарищ! Труби в трубу! Красногвардейцы все на борьбу! Яшечкин! В 1974-м телезрители увидели Эвальдеса в образе пионера Саши в приключенческом фильме «Засекреченный город». После увлекательной картины о буднях приморского лагеря отдыха у артиста случился длительный съемочный перерыв. За это время Микалюнац успел закончить среднюю школу и поступить в ВУЗ. Очередное появление юноши на экране датируется уже 1981-м годом. Он получил эпизодическую роль Андреаса в двухсерийной литовской драме «Капли дождя». После «Капель» в карьере актера вновь наступило пугающее затишье, длившееся 16 лет. Его прервал кинофильм «Если Венеция», снятый в духе символизмы. Там Эвальдес появился в роли цыгана. Эта небольшая работа стала для него последней. Больше предложений от режиссеров он никогда не получал. О жизни Микалюна со вне экрана его семье ничего не известно. Оставшись без ролей в кино, артист целиком сосредоточился на театральных спектаклях. Впоследствии оказалось, что мужчина испытывал проблемы с сердцем. В апреле 2009-го оно внезапно остановилось. На тот момент Эвальдесу было только 48 лет. Похороны актера прошли в Вильнюсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok